Это будет слегка другое мнение о провинции Бали и обо всем, что здесь происходит, которое не претендует на абсолют и на какой-то объективизм, потому что все люди разные и каждому свое. Отсюда и вот эти противоречивые отзывы, которые все могут наблюдать в интернете, что Бали это рай для бедных или в принципе рай для любого человека, что Бали это либо сразу да и сразу нравится, либо это просто один раз и больше никогда сюда не вернусь. В целом здесь интересно, здесь действительно интересно, здесь все по-другому, здесь другие люди, другой климат, но здесь не все так радужно, как многие описывают. Если вы, например, хотите понежиться на волнах, посидеть на песочке, так скажем, и потом обратно вернуться в океан, лечь на спину, скорее всего, вам это здесь сделать не удастся, потому что океан здесь достаточно агрессивный, океан здесь нужно уважать. Мне хватило одного раза, чтобы я зашел в воду на галечном пляже, чтобы меня захлестнуло волной, и вся та галька, которая была на спуске в воду, она, грубо говоря, меня зашкурила в моменте, пока я летел по этой волне, которая несла меня обратно на берег. Что самое интересное, я хотел выбраться сюда на берег обратно, но вода, которая отливом обратно улетала в океан, забрала меня обратно. И так меня, наверное, кидало волны 2-3 точно. Ну, я парень не из робкого десятка, поэтому, в принципе, все это дело выдержал, но ушел с небольшими ссадинами на ногах и на руках. Здесь нельзя просто взять и плыть по, не знаю, по течению. Где-то есть места с более спокойной водой, но в основном здесь океан подходит для дайвинга и серфинга. Это идеальное место, здесь куча школ для серфинга, куча серф-лагерей, где можно поучиться. Есть места, где волны сильные, есть места, где, грубо говоря, одна-две волны уходят, и, в принципе, для обучения этого достаточно. Сама культура балийская не дает тебе, в принципе, расслабиться в туристических зонах, наверное, на 100%. Ты не можешь быть уверен в том, что тебя не обманут. Если тебе говорит твой, например, водитель, да, как в нашем случае, что у него есть друг, который по офигенной цене, там, или по определенным лучшим условиям вас куда-то отвезет, скорее всего, вас привезут в обычное место, где покупают все люди, кто приезжает, например, на трансфере просто так, да, в это место. Например, чтобы пересечь океан с острова на остров, вы можете заплатить полмиллиона рупий, а тот же человек, который едет рядом с вами, заплатит 200 тысяч, да. И все это объясняется вот это вот воровство и обман, которые тебя преследуют буквально на каждом шагу. Ты можешь, например, несколько часов кайфовать, действительно кайфовать от климата, от еды, которую ты здесь находишь в разных местах, в разных ресторанах. Но через несколько часов, когда ты узнаешь, что тебя наебали, ты, грубо говоря, погружаешься в определенном смысле в какую-то мини-депрессию, из которой ты не можешь выбраться, ты пытаешься найти какое-то объяснение, почему так произошло. Но, собственно говоря, это безденежье и глобальная инфляция, которая здесь процветает, наверное, заставляет балийцев врать, обманывать, воровать. И ты ничего с этим сделать не сможешь, ты вынужден всегда считать сдачу. По поводу сдачи, кстати, они забирают деньги и особо не спешат вам возвращать их, возвращать вашу сдачу. И они ждут, пока вы уйдете. Если вы не уходите долгое время, сдачу вам все-таки принесут. Не с кислой рожей, нет, они улыбаются. Здесь все приветливые, приветствующие вас. Ну, наверное, это как Таиланд, только чуть-чуть по-другому, но в целом люди примерно как из Таиланда. Они все тебе улыбаются, но, как говорил один умный человек, человек улыбается, а сзади держит ножик. По поводу еды, я бы не сказал, что она какая-то мега вкусная или какая-то мега разная. Из всего действительно прикольного здесь только, наверное, коктейли из соки свежевыжатых фруктов, которые, кстати, готовят везде по-разному. Где-то они используют кучу льда, где-то они используют много воды, и они везде разные, и тут нужно очень сильно постараться, чтобы найти свое идеальное место, где ты будешь питаться в дальнейшем. Как-то циркулировать по городу и питаться в разных местах, по большому счету, не имеет смысла, потому что у них в целом меню одно. То есть, например, есть несколько блюд, которые просто по дефолту стоят в меню, а есть несколько блюд, которые выглядят, пишутся по-разному, но тебе приносят, в принципе, то же, что ты ел, например, в другом заведении. Ты понимаешь, что, ну, все, в принципе, одно и то же. И единственная разница – это в приготовлении где-то пережаривают, где-то очень много масла, где-то вы можете оставить в буквальном смысле все, что вам принесли, заплатить за это и уйти голодными, потому что это невозможно есть, это невкусно. Хотят ли болицев, например, это может быть и very delicious, деликатес, да? Поэтому, чтобы найти место, где нормально поесть, нужно, грубо говоря, постараться. Вот. По поводу денег, здесь лучше не таскать, точнее, не таскать, а не показывать, что у тебя куча бабла. Они от тебя не отстанут, пока ты не дашь им хоть что-нибудь за любую прямо фигню, которую они тебе пытаются впарить на каждом везде, везде, везде и пытаются тебе что-то впарить. В принципе, это, ну, не то чтобы уже нормально, это просто не вызывает какого-то удивления уже сейчас, например, у меня, но они не знают слова «нет», они не знают слова «ноу-мани», «I have no money», ты говоришь, что у тебя нет денег с собой, они просто не отстают от тебя. Если единственный человек, который от нас реально отвалил, это человек, который пытался нас перевести с острова на остров, но когда он увидел, что у нас уже есть купленный билет, и мы об этом ему сказали, все, он просто испарился, мы ему стали неинтересны, хотя он задавал действительно какие-то вопросы, которые там касаются нашей страны, то есть они все пытаются втереться в доверие, они все любят болтать. Кстати, язык они знают действительно хорошо, я могу сказать, что на английском здесь они действительно разговаривают чуть ли не все, не разговаривают, наверное, только рабочие на плантациях, и то не факт, мы с ними просто не общались. Они понимают, что сюда ездит большое количество туристов, и язык они действительно изучают, они его практикуют и нормально болтают. Если они не знают от какого-то слова, они его пытаются объяснить наводящими другими словами, и ты, в принципе, все понимаешь, если знаешь язык. Без языка здесь, наверное, будет дискомфортно. По-русски разговаривать или с какими-то жестами будет достаточно сложновато. И, скорее всего, тебя обманут, будут обманывать на каждом шагу, потому что они понимают, что ты даже языка не знаешь. Сложно без языка. Не знаю, про туристов здесь сложно говорить, потому что здесь настолько разношерстная компания иногда встречается. Можно встретить русских людей, но их сложно идентифицировать, потому что они все либо разговаривают на английском даже между собой, или в какой-то компании, либо не разговаривают вовсе. Они здесь все чилят. И здесь, наверное, два варианта. Ты либо просто зимуешь и не хочешь видеть холода, поэтому ты здесь находишься, либо для тебя это просто дом родной, и ты сюда готов возвращаться хоть каждый день и наблюдать, смотреть на океан и ничего не делать, ни о чем не думать. Возможно, это прикольно. Возможно, это интересный способ жизни, когда ты много видел, все понял, у тебя есть достаток, и тебе больше ничего не надо. Ты в какой-то степени даже разочаровался, наверное, в обществе, в жизни, в каких-то ценностях, и ты валишь. Валишь, как свалил, например, дед, с которым мы познакомились вчера, он свалил из Америки, и он максимально... Вот это самый чилищий дед из всех чилищих дедов, которые я когда-либо видел. Пенсия – это прямо про боли. То есть, грубо говоря, закончить рабочую деятельность, выйти на какой-то определенный доход, средний, не обязательно большой. Тебе не нужно здесь большое количество денег, в действительности огромное не нужно, чтобы здесь просто находиться. Опять же, что зависит от того, где вы живете. По поводу, например, чистоты, здесь в буквальном смысле глобальная помойка, потому что мусор сопровождает... Мусор и грязь сопровождают тебя везде. Даже в хорошем отеле, действительно хорошем, как по внешним признакам, так и по цене, грязь сопровождает тебя везде. Если вы... Отсюда и мухи. Мух – просто тьма, которые не дают... То есть, они сопровождают твой обед, завтрак, ужин, и покушать, например, спокойно просто, глядя на океан – это просто миф, которым пичкают вас, да, фотографии, которые делают. Это не так легко, как... Не так красиво, как кажется на первый взгляд. Вас будут сопровождать насекомые – это факт. Здесь просто не бывает по-другому. Если вы, например, не любите гекконов, да, которые могут ползать по вашей комнате, по вашей постели, заползать куда-то под кровать, на кровать, рядом с кроватью, пауки размером, не знаю, с мою руку. Все это здесь есть, и это может немножечко шокировать тех, кто к этому не готов. Тех, кто немного брезглив, наверное, это вообще не ваше место. Не знаю. Противоречиво. Очень все противоречиво. Ты вроде как погружаешься в эту обстановку. Очень классно. С другой стороны, от тебя что-нибудь, да, где-то обманут, прилепят, приклеят, пригрузят, и ты тут же разочаровываешься в этом месте и погружаешься в такой мрак, и начинаешь искать своих же собратьев, которых так же обманули. Хочешь найти хоть кого-нибудь, кто был так же обманут, чтобы хоть... Ах вы! Ну и начинается, да, это обсуждение. Но надо забыть, ну, проще забыть, забить, забыть. Это самое простое, что можно сделать. По поводу транспорта. Когда мы были с женой на Кипре, я славился тем, что давал имена транспорту, который нас сопровождал. Я здесь не хочу даже пытаться придумывать имя этой пластмассовой двухколесной херне, на которой нужно передвигаться, потому что других видов транспорта, кроме машин и мопедов, здесь нет. Мотоцикл, да, возможно. Но у меня возникли некоторые проблемы с управлением данным транспортным средством, поэтому, слава богу, мы не разбились, слава богу, я достаточно быстро обучаемый человек, без страха в глазах, который готов был втянуться в это беспредельное левостороннее движение, в котором просто царит хаос. Но ты либо в этом хаосе находишься, и тебе это нравится, и ты, в принципе, можешь находиться в потоке, и тихонечко, так скажем, ехать к своей цели. Либо ты просто попадаешь в переделку на каждом повороте, на каждом углу. Здесь очень извилистая местность, очень много поворотов, которые мне, например, поначалу давались непросто. Непросто, потому что мало практики, это факт, у меня очень мало практики на байках, на мотоциклах, без немало ее вообще не было. Вот. Но здесь не требуются какие-то определенные права, и у тебя их даже не спрашивают. Даешь денег, берешь байк, и привези его в целости и сохранности, иначе могут возникнуть проблемы с вылетом отсюда. Все. Спасибо, что смотрите. Я стараюсь, я стараюсь записывать. Действительно, пытаюсь, чтобы это хоть что-то значило для меня и для людей, с которыми мы сюда приехали. Восхождение на вулкан, пожалуй, для меня самое, самое тронущее меня, наверное, мероприятие. Очень хорошо, что мы закрыли с этим вопрос, и это... Мне было сложно, мне было сложно, хотя говорили, что будет легко, мне было сложно. Лошади едят. Кайфу, кайф, кайф, либо разочарование. И это все, грубо говоря, каждый раз, каждый раз по-разному. Каждый раз, каждый день здесь разный, как говорят болицы, у них каждый день особенный. Every day is special, да? Все. Пока.